Василию Васильеву 85 лет. В свои почтенные года он лихо рассказывает о молодости, с удовольствием вспоминает службу. Для своих солдат он всегда был примером настоящего пограничника. Опытный волевой и храбрый офицер, мудрый начальник и учитель. Благодаря службе Василий Тихонович побывал на самых разных участках, от Тихоокеанского до Западного пограничного округа. В запас полковник Василий Васильев ушел почти в 60 лет из тогда еще краснознаменного пограничного отряда имени Дзержинского. О годах службы он никогда не жалел. Все совершенствовалось. 60 лет мне уже больше 60 исполнилось. Меня уволили редко такие. Нас, по-моему, два начальника заставы в таком возрасте были уволены из пограничных войск. Это один начальник, я его хорошо знал, новороссийского отряда. И я в Брестском отряде в таком возрасте уволился. Все, я не жалею ничего. Памятный вечер, посвященный юбилею Василия Васильева, прошел в любимой части полковника в отставке. Под командованием Василия Тихоновича Брестский краснознаменный пограничный отряд имени Дзержинского неоднократно становился победителем социалистических соревнований. Его труд отмечен правительственными наградами. После увольнения в запас Василий Васильев стал активным членом Совета ветеранов пограничной службы. Он выступает перед молодежью, обучает бойцов охране рубежей своей страны. Задачи были и тогда, и сейчас. Они одни и те же задачи. Это не допустить безнаказанное нарушение государственной границы. Тогда мы занимались воспитанием личного состава. И сейчас занимаются воспитанием личного состава. Наша главная задача офицерского корпуса состоит в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава. Это основная наша задача. И мы стараемся выполнять, чтобы не было ни боевых потерь среди личного состава. Стихи и песни – все в честь доблестного офицера, который ни на минуту не сомневался в том, что выбрал профессию на всю жизнь. Дети продолжили дело отца. Трое сыновей также пограничники. Сегодня Василий Васильев – любящий муж, отец, дедушка и даже прадедушка. Он рад, что жизнь прожил не зря и подарил ее главному делу – честному служению своей профессии. Ведь есть такая профессия, говорит седовласый пограничник – родину защищать.